МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого городского служба новостей город в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях понедельника, 24 сентября. Смотрите в ближайшие минуты. А вообще, как говорили раньше в Советском Союзе, совесть лучший контролер. Одним совесть контролера, другим радар-детектор. Но и те хотят запретить, чем не угодили они госавтоинспекторам. С первым делом самолеты, стройку взлетной полосы Девау признана незаконной. Прокуратура настаивает на сносе еще не построенных домов. Вот здесь установлены счетчики. Без паники новые квитанции от ЖКХ уже скоро получат на руки все калининградцы. 200 тысяч рублей калининградские актеры и съемка исключительно на фотоаппарат. Премьера фильма от непрофессионалов ждет калининградских критиков. Раскупили билеты, усилили охрану. И все это за несколько дней до матча. Но свободные места на игру «Зенита» и «Балтики» все еще есть, но не для всех. С первого сентября в России вступило в силу постановление номер 354. По нему вводятся новые правила на услуги ЖКХ. Помимо обязательной установки общедомовых и индивидуальных счетчиков, вводятся и новые жировки. Какие еще изменения в услугах ЖКХ ждут калининградцев, узнавала Алиса Лебель. «Здесь установлены счетчики. Это счетчик на горячую воду, это счетчик на холодную воду». В квартире пенсионера Льва Яшина индивидуальных счетчиков целых три – газовой, для холодной воды и для горячей. И уже больше пяти лет пенсионер не то что экономит, еще и преувеличивает свои сбережения. «С установкой газового счетчика все изменилось. И вот можно сравнить. 268 рублей в месяц или, как сейчас мы платим, за 12, вот самое большое за последнее время, 12 кубометров – это 94 рубля 68 копеек». По новому постановлению плата за услуги в местах общественного пользования, а это подъезд до жилого дома, должна стать более справедливой. Теперь разница за пользование лифта и электроэнергии будет рассчитываться пропорционально площади той или иной квартиры в доме, заявляют чиновники. Изменения коснутся и жировок. Уже в начале октября жильцы домов получат не только привычную квитанцию, но и лист А4. Это образец новой платежки, в которой будут входить не только общедомовые услуги, но и коммунальные, включая электроэнергию, отопление и газ. В новых жировках отрывная часть с штрих-кодом разместится вверху, а в дальнейшем вообще исчезнет. Также в платежке присутствует новая графа – общедомовые нужды, где расписаны все услуги в индивидуальном порядке. Обязательными станут и общедомовые счетчики, пока они действуют в 34 домах города. В доме, в котором проживает Лев Петрович, такой счетчик тоже есть, но с пометкой. И кто его установил, жильцы не знают. Зато управляющая компания требует установить еще и новый прибор за 117 тысяч рублей. Это примерно, получается, с трехкомнатной квартиры нужно 860 рублей, с двухкомнатной где-то там около 680 рублей. Только за установку. Помимо установки, жильцы должны будут платить ежемесячно обслуживание счетчика – 1050 рублей. Это, конечно, немного, но непонятно одно – зачем новый счетчик, если есть уже установленный? В администрации заверили, что нововведения помогут сделать платежи более прозрачными и рациональными. Но новая квитанция – лишь образец, который будет меняться. Это квинтэссенция опыта в предоставлении счетов за 15 лет. И вот результатом этого опыта явилась предыдущая компактная пятая. Сейчас у нас появились новые требования, новый размер. Понятное дело, что будут какие-то заменчания, мы будем дорабатывать. Но разобраться в новой квитанции, считают в администрации, труда не составит. Ее также можно будет использовать при оплате услуг через терминалы. Наличие в ней сразу всех коммунальных услуг должно будет облегчить жителям их походы по инстанциям с платежками. Алиса Лебель, Виктор Буздин, служба новостей «Город». И в продолжении темы. Власти хотят ввести новые нормы услуг ЖКХ. Как сообщает радио «Эхо Москвы», это в первую очередь коснется коммунальных услуг. Отдельные расценки будут установлены на определенный объем электроэнергии, тепла, газа и воды. На каждую услугу рассчитают определенный лимит. Если он будет превышен, по замыслу Минрегиона заплатить придется дороже. Слово за правительством страны. При положительном решении с нового года система в виде эксперимента заработает в некоторых регионах. Попадет ли в него Калининград, не сообщается. С 2014-го нормы будут распространяться на всю Россию. Нововведение затронет оплату электроэнергии. По словам замглавы Федерального агентства по строительству ЖКХ Ирины Булгаковой. Цитата. Конкретные размеры соцнормы будут устанавливать местные власти по определенной методике расчета. И в разных частях страны цифры будут разные. Размер этой нормы зависит от ряда факторов. Например, от продолжительности светового дня. Для сельской местности объем будет один, для города – другой. Есть ли в квартире электроплита или нет, установлен ли в доме лифт, тоже будет иметь значение. Новшества грядут и для автолюбителей. Им могут запретить использовать радар-детекторы. Этот прибор еще называют антиполицай. Он предупреждает водителей, на каких участках дороги им стоит сбросить скорость, чтобы не нарваться на штраф. Впрочем, во многих европейских странах наказать рублем могут только за присутствие такого прибора в автомобиле. Чем не угодили же эти радар-детекторы российским госавтоинспекторам? Узнаем далее. Этот звук для любого водителя – как красный сигнал на светофоре. Он означает, что машина приближается к опасному участку. Там, где полицейский радар следит за порядком на дороге. И скорость нужно немедленно снизить. Считается, что радиус действия такого бортового детектора в 5-8 раз превышает действие внешнего. Но главный эффект – это безопасность водителя, пассажиров и пешеходов, а также экономия средств. Но очень скоро этот важный прибор может оказаться вне закона. Запретить использовать радар-детекторы предложила госавтоинспекция Татарстана. Там инспекторы уверяют, что из-за этих приборов резко увеличилось количество аварий. Мол, водители резко тормозят, как только услышат предупреждающий сигнал. Спрос по статистике на радар-детекторы в калининградских магазинах есть. Ценовой предел здесь от 2000 и до 10. Чем выше стоимость, тем больше волн излучения прибор принимает. Бывалые водители привыкли доверять ограничителям своим. Ну, знаю, что этот прибор стоит не дешево и не любой себе это может позволить. А вообще, как говорили раньше в Советском Союзе, в совесть лучший контролер. Свои подходы к такой технике в разных странах Европы. К примеру, в Бельгии запрещено даже возить на территорию страны приборы, которые контролируют скорость движения. А нарушителей там заключат под стражу на срок до трех месяцев. До восьми лет могут дать за это в Люксембурге. В Германии до 2011 года водителям дарили радары. Но сейчас они там тоже под запретом. Так же, как и у наших ближних соседей-поляков. Не опасаться репрессий со стороны местных полицейских за наличие бортового детектора можно в Чехии, Албании, Болгарии, Нидерландах, Норвегии, Румынии, Турции. Я, например, не встречал случаев, что кто-то рассказывал, что вот он с радар-детектором попал в неприятную ситуацию, совершил аварию и так далее, или где-то, скажем, в СМИ проходила такая информация. Возможно, не ведется учет. Вот недавно в Москве человек превысил скорость 200 км в час, врезался в установку, убил 7 человек. Но нигде не сказано, был ли у него радар-детектор или не был. Нет такой статистики. Панацея или нет, такой радар-детектор от всех дорожных проблем в последнее время любимая тема на автомобильных форумах. Масло в огонь подлила недавнюю инициативу госавтоинспекции Татарстана. Не только запретить использовать, но и производить, а также ввозить на территорию России, по примеру, других европейских стран. За границей работают законы. У нас законы не работают совершенно. Какие санкции придумали для тех, кто ездит с радарами в машине у нас, пока нигде не указывается. Но уже сейчас сами водители говорят, что штрафами в России никого не испугаешь. Мария Пустникова, Дмитрий Казаков. Служба новостей город. Янтарный край презентовали в Сочи. С 20 по 23 сентября Николай Цуканов, губернатор нашей области, принял участие в 11-м международном инвестиционном форуме. Крупнейшее экономическое событие принесло Калининградской области два новых бизнес-проекта. 24 сентября Николай Цуканов публично рассказал о своей поездке в Сочи. Первое соглашение губернатор области подписал с компанией «Аэроинвест», в рамках которой в течение двух-трех лет аэропорт Храброво будет достроен и приобретет новый облик. Одно из новшеств – строительство и удлинение взлетно-посадочной полосы. Не менее важный договор был подписан с литовским агропромышленным предприятием «Арви». Одна из его задач – социальное развитие депрессивных районов, таких как Озерск, Славск, Краснознавенск. В одном из них в скором времени будет построен крупный завод. Компания «Арви», которую мы привели в Славский район, будет строить сахарный завод. Общая сумма инвестиций – порядка 5 миллиардов рублей. Безусловно, это даст возможность не только создать новые рабочие места, но и дать возможность работать людям, которые проживают в сельской местности, имеют земельные паи и не всегда их используют. Помимо этого, литовская компания своими инвестициями будет поощрять и частное предпринимательство. Правительство, в свою очередь, сделает все, чтобы данные проекты как можно быстрее были реализованы на территории Калининградской области, добавил губернатор. Билетов больше нет. В первый же день продаж, 23 сентября, были раскуплены все билеты на футбольный матч «Балтика-Зенит». Но болельщики продолжают толпиться указ в надежде попасть на игру. Заветные билеты остались только для фанатов «Зенита» в западной трибуне. Ее, кстати, поделят на сектора. Ближе к северному расположится фан-клуб «Кёник-Легион», для которого эта трибуна как дом родной. Они уже более 15 лет именно на этом месте поддерживают свою любимую команду. Другая часть трибуны достанется болельщикам «Зенита». По предварительным данным, город посетят до тысячи петербуржцев, а разделят болельщиков прослойкой из сотрудников полиции. На этой игре их будет около тысячи, вместо привычной сотни. Такие усиленные меры безопасности связаны с агрессивной репутацией питерских фанатов. За каждый домашний матч руководство «Зенита» платит от 150 тысяч и больше штрафов. По этому территорию стадиона сотрудники ДПС оцепили еще за день до игры. Тем не менее, руководство «Балтики» надеется на здравомыслие болельщиков обеих команд. По нашим сведениям, что болельщики Санкт-Петербурга настроены положительно, с хорошим настроением едут. Все-таки один регион северо-запад. Хотя есть у них и какая-то обида на нас небольшая. Почему? Потому что по статистике, когда «Зенит» вышел в премьер-лигу, они ни разу не обыграли «Балтику». И в этот раз команда настроена только на победу. По регламенту соревнований в игре примут участие до 70% основного состава, как у «Зенита», так и у «Балтики». А победитель этой пары выйдет в 1-8 Кубка России по футболу. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Еще непостроенные дома могут снести. Прокуратура поддержала протесты руководства аэродрома «Девао» и признала стройку незаконной. За кем последнее слово? Я им сказал, я их подорву к чертовой матери. Гранату брошу и взорву. Штраф в 20 тысяч рублей за выброс душком. И это не предел Росприроднадзора за мамоновский рыбокомбинат. Калининградские критики ждут премьеру. Фильм с бюджетом в 200 тысяч рублей вот-вот покажет местный режиссер. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Дело с душком. На рыбный комбинат, который периодически заливается до участки жителей Мамонова, похоже, нет правы. Предыдущий штраф в размере 20 тысяч рублей предприятие заплатило, но ситуация с рыбными отходами, а главное с удушливым запахом, пока не изменилась. Мы уже неоднократно рассказывали о бедах жителей Мамонова. Людям не посчастливилось жить вблизи коллектора, куда рыбный комбинат сливает свои отходы производства. Когда старая система канализации не справляется, все ее содержимое выливается прямо к домам. За предыдущий разлив нечистот комбинат уже выплатил штраф в 20 тысяч рублей, но ситуация повторилась. Штраф административный будет уже, естественно, выше, чем первый раз. Применить других мер мы не можем. То есть, статья 8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не предполагает приостановление деятельности предприятия. То есть, кроме административного штрафа, мы больше других мер воздействия к нему принять не можем. По закону штраф может составить максимум 100 тысяч рублей, что уже сильнее ударит по карману местного рыбного гиганта. Главный аргумент руководства комбината в свое оправдание – это старые городские сети. При этом оно забывает о содержании самих стоков и что и куда должно сбрасываться. Рыбоконсервный комбинат передает свои стоки в систему канализации. Но, с другой стороны, в общем-то, они должны передавать в эту систему очищенные стоки. Сейчас специалисты Росприроднадзора работают с очередным заявлением местных жителей. В случае, если проверка в очередной раз докажет вину завода внушительного штрафа, который обещают в Росприроднадзоре, предприятию не избежать. Пьяных водителей ждет пожизненное заключение, а компания РЖД приостановила продажу билетов. Подробнее об этих и другие новости в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Депутаты Госдумы намерены резко ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Среди предлагаемых мер – штраф до 100 тысяч рублей и тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения. Такую инициативу поддержал и Дмитрий Медведев. Напомним, в 2011 году по вине пьяных водителей в России погибло свыше двух тысяч человек. В России появятся передвижные офисы судей. Это позволит сделать правосудие более открытым и доступным. Для проведения заседаний мобильный суд сможет приехать в любой отдаленный район, глухую деревню или богом забытый уголок. Технической базой послужит пассажирский автобус со специальной аппаратурой. Купить билеты на поезда дальнего следования на 26 октября и далее теперь невозможно. Компания РЖД временно прекратила их продажу. Причиной такой меры стал возможный переход России на зимнее время с 28 октября 2012 года. Об открытии продаж билетов пассажирам сообщат своевременно, уверяет РЖД. Пять медалей из Бразилии на чемпионате мира по армспорту калининградка Александра Акаева завоевала 4 золота и 1 бронзу. Спортсменка сразилась за сборную России сразу в нескольких категориях и повторила свой личный успех прошлого года. Общественный совет при МВД предлагает вернуться к советской схеме вождения для новичков. Ездить только днем, причем не больше 70 км в час и с одним пассажиром. Такие ограничения действовали в СССР для автомобилистов со стажем менее года. Напомним, аварийность на дорогах по вине молодых водителей растет с каждым годом. Курсы валют на 25 сентября. Доллар США 31 рубль 25 копеек. Евро 40 рублей 45 копеек. Литовский лит 11 рублей 74 копейки. Польский злотый 9 рублей 78 копеек. Вся наша жизнь кино. Калининградский режиссер снял короткометражный фильм «Мирея». Про любовь, смерть и судьбу он смог рассказать при помощи одного лишь фотоаппарата и актерского состава, многие из которых даже не имеют образования в этой сфере. Можно ли стать режиссером, не имея опыта работы, и есть ли будущее у картин наших земляков, расскажет Полина Степанюк. В Калининграде появилось новое кино. Режиссер Алексей Архипов снял короткометражный фильм «Мирея». Это драма 36-минутная, и одна из сцен проходила именно в этом кафе. Алексей Архипов в «Мире калининградского кино» новичок, хотя это уже его второй короткометражный фильм. Режиссер больше восьми лет работает на мебельном производстве светлом, но образование фотографа спустя годы все же дало о себе знать. Теперь он режиссер, хотя сам и не признает такого звания. Я не режиссер, нет, я человек, который пытаюсь снять фильм своими силами и пытаюсь, ну, как угодно, своими силами, у меня там небольшая зарплата, но я там коплю, купил то, купил аппаратуру, собрал людей, то есть, и даже в мой коллектив рабочий попали, это профессиональные актеры, то есть, для меня это большая честь. «Мирея» так звали главную героиню фильма, в переводе с испанского означает «чудо», поэтому режиссер искал подходящую актрису даже среди непрофессионалов. Кстати, их оказалось большинство, из 16 участников только двое имеют актерское образование. К примеру, Элеонора Агапова – хореограф-постановщик по жизни, свою героиню прочувствовала сразу. «Ты можешь не учиться на театральном и, может быть, не знаешь каких-то азов, да, но люди, которые сами по себе эмоциональны и могут играть, да, допустим, разные эмоции, я думаю, для них это не проблема, ну, даже взять, например, меня». В съемках помогали друзья режиссера, некоторые снимались целыми семьями. Самому молодому актеру три года. Частенько приходилось его успокаивать. Не обошлось без курьезов и со взрослыми. «Иногда приходилось вот такие нюансы решать, то там пришлось бить стекло посреди ночи, да, то есть вот такие моменты, да, то есть они иногда вносят такое разнообразие в съемку». Бюджет Миреи небольшой – всего 200 тысяч рублей. Драма снята в стиле инди-кино, то есть на обычный фотоаппарат. Начали работу над фильмом в середине июня прошлого года, закончили в августе этого, хотя планировали успеть за три месяца. Задействовали разные места Калининграда и области. Это и море, и парк «Юность», и даже ботанический сад. «Мне хотелось вообще включить много кадров Калининграда, Калининградской области красивых мест, показать, потому что, как правило, все калининградские фильмы, они исключают привязку к Калининграду. Ну, они рассказывают так, что там мы не привязываем Калининграду, у нас как бы такое европейское кино. А я, наоборот, хотел привязать к нашей Калининградской области и показать красивые места Калининграда». Это же кафе приглянулось режиссеру и за декорацией. Старые фотоаппараты – признак романтики, считает Алексей Архипов. Фильм планируют показать калининградцам в открытом показе в октябре, а в 2013 году, возможно, в Калининграде пройдет фестиваль короткометражного кино под руководством Федора Бондарчука, где и наши земляки покажут свою Мирею про любовь, смерть и судьбу. Полина Степанюк, Назим Габибов, Служба новостей город.